Всем привет, мои хорошие! Я вчера приехала от дочки, ну и решила, что я буду отдыхать и смотреть телевизор. И легла я действительно смотреть телевизор. Как залипла я. Ну, сначала я просто посмотрела новости о коронавирусе. Думаю, я это новости редко включаю, потому что когда я у дочки нахожусь, тем более, ну, в основном там мультики у нас крутятся для Денечки, мы там занимаемся тоже там со своими делами, монтируем там видео и так далее. В общем-то, не всегда даже возможность такая появляется. Но вчера я залипла у телека. Сначала посмотрела я пару роликов блогеров, а потом думаю, надо посмотреть новости, нужно быть в курсе событий, что происходит с коронавирусом в нашей стране. Вообще меня больше всего интересует, потому что я уже поняла, что происходит за рубежом, а у нас вроде бы как тишина, да? И вот вечером я включила сначала на НТВ, включила программу «Сегодня просмотрела». Я там поняла, что у нас 93 заболевших человека в стране, и при том за последние сутки заболело 30 человек, и из них 20 в Москве. Думаю, так. Но что-то там я услышала про карантин, думаю, что-то я недопоняла. А может быть, включу я следующие новости. Следующие новости выходят в 8 часов. Это было сегодня в 7 часов. Потом также я посмотрела вот «Вести-Вести Дона». Ну, что у нас тут на Дону, что у нас в Ростове. То, что дезинфицируют автобусы, это понятно. В общем-то, ну, какие-то мероприятия там отменяют, это тоже как бы понятно. Ну, думаю, посмотрю же я дальше. Посмотрела я в 8 часов программу «Вести» уже по российскому телевидению. Ну, в общем, информация та же, как бы ничего нового. Но опять я что-то там... Я, знаете, что не поняла сначала вообще? Это будет... Объявили карантин, что начнется 21 марта, это в субботу, и на 3 недели закрывают все учебные заведения, детские сады, там, институты, университеты, в общем. И запрещают скопление людей, там, больше 50 человек. Ну, в общем, все, кто может работать на дому, тоже рекомендуют, в общем, сидеть дома. Но, как бы, карантин официально... Я сначала поняла, что будет в Москве только. Потом думаю, ну, как в Москве? Тут уже надо тогда везде его объявлять, этот карантин, да? Ну, и потом я включила еще программу «Время». Ну, в программе «Время» вроде как я поняла, что это будет уже всероссийское. Всероссийский будет карантин, и будут закрыты все заведения учебные, да? И дошкольные, и школьные. Дочка в садике спросила, будет ли у нас карантин в саду. Ну, в смысле, когда этот карантин начнется? Они говорят, мы пока в режиме ожидания, еще нам официально ничего, объявления никакого не давали, да? А я еще вчера сходила в магазин. В магазине людей нету вообще. Ну, я ходила днем, люди на работе еще, понятно, но магазин, в принципе, пустой, на прилавках все есть. И я взяла, как обычно, там продукты, вот, необходимые, первой необходимости взяла, прикупила чуть-чуть продуктов, в общем-то. Это было днем, а потом же, когда я залипла у телевизора и уже начала смотреть новости, думаю, так, ну, наверное, нужно быть уже готовым ко всему. И я так думаю, что вот нужно теперь, по телевизору нужно обязательно, ну, может быть, и по интернету, может быть, но телевизор уже точно, как говорится, там это у нас уже российские каналы, уже нам полностью освещают всю ситуацию, которая у нас в России. Я так поняла, что границы у нас закрыты уже, кроме границы с Финляндией и с Азербайджаном еще открыты. Остальные границы у нас уже позакрывали, но это уже в мерах безопасности, потому что я вижу, что происходит за рубежом, Италия, Иран, ну, уже многие страны есть, Европа, уже много очень там заболевших и прямо множится еще. Я думала, что уже будет сходить на нет, в общем, заболевание, да нет, на нет оно пока не сходит, оно пока еще растет, заболевших только умножается. Поэтому я думаю, что мы должны сами уже, наверное, знаете, как спасение утопающих, дело рук самих утопающих, поэтому нужно самим уже как-то предостерегаться. Ну, конечно, руки надо постоянно мыть, места скопления людей уже не появляться, без необходимости действительно сидеть дома, меньше лазить там по этим торговым центрам, гулять там, где люди гуляют, меньше контактировать, не здороваться за руку, не целоваться, не обниматься ни с кем. Вот, и, в общем-то, по необходимости выходить из дома. Ну, в принципе, я-то по необходимости выхожу из дома, да. В основном-то у нас что, Дэня садик посещает, дом, бассейн, я так понимаю, дочка сейчас пока заморозила абонемент, пока не будем водить в бассейн. Ну, и я думаю, чтобы в магазин не ходить каждый раз, как мы вот, раз там у нас хлебушек закончился, да, и пошли за булкой хлеба, ну, две булки хлеба купить, чтобы, допустим, реже выходить. Так-то мы уже, в общем, мясо мы еще с зарплаты закупили. Ну, крупы, которые заканчиваются, можно там докупить еще там по чуть-чуть. Я думаю, так, продукты первой необходимости нужно, чтобы были. Ну, я купила еще дополнительно фильтр, у меня такой фильтр, как кувшинчик, знаете. Я вот у себя дома, я воду сначала фильтрую в кувшинчике, потом я ее кипячу, и только потом я ее пью. Потому что в кране она не очень хорошая вода идет, тем более сейчас весна, весной всегда она какая-то мутная вода идет. Ну, я уже по привычке не только весной, круглый год я, в общем-то, воду фильтрую, кипячу, и только потом ее употребляю, пью. Ну, а так-то я думаю, в общем-то, места скопления людей, может быть, уже позакрывают. Да, я не знаю, какие могут быть жесткие меры карантина. В общем-то, при моей жизни, ну, я, при моей памяти, такого, чтобы прямо вот такого-такого серьезного ничего не было. Поэтому, может быть, для меня это будет что-то новое. Буду наблюдать, и что-то, если будет интересная какая-то информация, буду информировать вас, моих подписчиков. А еще я вчера в магазине, когда подошла к кассе, я смотрю, на кассе продают вот такие вот пузырьки с гелем, вот это вот обеззараживающее средство, и салфеточки тоже такие антисептические, или как-то они называются. Ну, в общем, тоже для этого. Ну, я на них посмотрела и не взяла. Думаю, я-то из дома редко выхожу, зачем они мне нужны. А потом думаю, нет, надо все-таки взять, чтобы оно было в сумочке, потому что, ну, мало ли оно может понадобиться. При том, что вот я думаю, допустим, я пришла с магазина, я принесла продукты. Да, я продукты... Я, кстати говоря, вчера, когда пришла с магазина, принесла продукты, я зашла домой, разделась, помыла руки. А потом думаю, теперь мне продукты нужно раскладывать, в холодильник класть, да. Это, хоть они и в пакетах, эти продукты, но на эти же пакеты, может быть, кто-то чихал, то есть мне нужно брать их опять-таки в руки. Это один такой нюансик. Думаю, как тут быть? Думаю, наверное, надо салфеточки эти взять и салфеточками что-то там попротирать. Телефон тоже постоянно мы берем в руки, да. В магазин я зашла, я там что-то, допустим, там брала, руками также беру за телефон. Так, телефон тоже надо протирать, я думаю. А потом думаю, так, а дверная ручка? Я же зашла, заходила домой, руки-то еще не мытые были, но за дверную ручку я взяла с той стороны, с уличной стороны, как говорится. А потом дверь закрывала с внутренней стороны, бралась за ручку. То есть она у меня тоже может быть зараженной. Поэтому я думаю, что нужно, наверное, салфеточки все равно взять, чтобы там что-то еще удобно было протереть. Салфетку только раз протер и выбросил. Но я не глянула еще на цены, сколько стоят эти салфетки. Я думаю, что они должны недорого вообще сейчас стоить. Ну и что? И забыла я купить свою овсянку. Я вообще забыла взять список с собой, который писала. Поэтому я брала по памяти. В принципе, все взяла, что вспомнила. Забыла свою купить овсянку. Салфеточки антисептические. И хочу что-нибудь еще сладенькое себе купить. Я думаю, наверное, может быть, я куплю еще муку. Потому что, если что, можно там выпечь в мультиварке, там выпечь какой-нибудь лаваш даже. Ну хлеб я выпекала в мультикухне. Но мультикухня у меня здесь. А я-то поеду к дочке. Буду у нее там, если будет карантин. Если ребенок будет дома, то я буду, скорее всего, там. Но не скорее всего, наверняка я буду там. Буду с ребенком. А в той мультиварке, там нет режима выпечки хлеба. Но там на режиме жарки, там есть режим теста. И на режиме жарки можно, собственно говоря, выпечь хлеб. А хлеб выпекается очень просто. Ну, этот как лаваш можно сделать. Там, собственно, мука, вода, дрожжи, немножко соли, сахара. И все. Поднимается тесто. Потом оно как обжаривается. Ну, в принципе, я думаю, что даже на сковороде, на медленном огне это тоже можно обжарить и сделать вот такое. Такие вот, как лепешки, как лаваши, как хлебушек будет. Если даже в магазин лишний раз, просто за хлебом не выходить. Или, может, хлеба не быть, или еще что-нибудь. В общем, какие-то вот такие вот дела, мои дорогие. Прям не знаю, что и думать. Но сегодня я, в общем, с утра уже тоже включила. Там новости послушала. Но новой информации пока никакой нету. Это надо будет уже вечерние новости смотреть, слушать. И, в общем, быть в курсе событий. Вам советую тоже за новостями понаблюдать. Потому что, может быть, есть такие же люди, как и я, которые новости включают редко. А сейчас, я думаю, что это актуально и нужно быть в курсе событий. Еще там вчера показывали, как вот в Думе сидят у нас вот эта вот комиссия, которая занимается вот ситуацией по коронавирусу. Они вчера открыли уже горячую линию. И я даже запомнила номер горячей линии. Номер очень простой. 8 800 2112. Я так поняла, что можно звонить по этому номеру и, в общем-то, узнавать какие-то, может быть, вопросы. Если есть вопросы, что-то спросить, можно по этому номеру горячей линии звонить. Ну, а сейчас я хочу, в общем-то, одеться, собраться и сходить в магазин, купить уже то, что я вчера забыла купить, недостающее, чтобы потом уже в магазин не выходить. И заодно посмотрим, что у нас сегодня в магазине. Есть ли там какой-то ажиотаж или нету, или все спокойно. Возьму вас с собой. Пойдем вместе посмотрим, да. Хоть у нас и попрохладнело, девочки, но все равно у нас вот уже зелень распускается. На кустиках вот уже листочки есть. Уже почки набухли. Весна все равно идет. Уже скоро тюльпаны пойдут, петушки, цветочки такие. Вот кустик уже, листики зелененькие. Вообще зеленый-призеленый. О, и пчелы летают уже. Ну, прекрасно. Вообще сегодня нормальная погода. Так, свежо, но не холодно, ветра нет. Вот, редисочка уже продается. 130 стоит килограмм. Ну, мне редисочка сейчас не нужна пока. Ну, подумаю, может быть, и возьму. Ну что, идем в магазин. В общем, честно говоря, антисептика уже нет. Я пока собиралась, дочка мне позвонила. Я ей сказала, что вчера на кассе видела антисептик, гели, салфетки. А она уже съездить успела и говорит, что уже нет. И я сейчас зашла в аптеку, брала аквалор там ребенку. Мы им промываем нос. И сказали, что уже нигде нет антисептика. Ну, в принципе, я-то дома сижу, мне-то антисептик как-то сильно особо и не нужен. Что у нас тут? Пятерочки. Так, ну что у нас тут? В общем-то, сейчас пока что время еще такое. Час дня. В общем-то, людей так чуть побольше, чем вчера. Ну, еще пока не так-то много. А я вот хочу взять пирожное. Хочу взять какое пирожное. О, моя любимая корзиночка. Вот хочется иногда сладенькое. Но эту корзиночку вот эту я очень люблю. И она прям вкусная. Метрополис. Прямо вкусная-вкусная. Так, ну, пройдем дальше. Посмотрим, что тут у нас есть. Возьму активию. Люблю активию. Она сейчас, смотрю, по акции идет. Вчера 54 было. Вот это по акции. Две возьму. Молоко мне сейчас не нужно. Масло есть. Сыр есть. О! Вот, вот, я смотрю, вчера здесь полно было круп. Полностью забита была паука, крупа, макароны. Сегодня, я смотрю, народ проснулся. Видно, новости вчера посмотрели. И все. Я смотрю, уже так. Разобрали самое дешевое. То, что подороже еще осталось. Ну, люди с работы придут, подметут все остальное. Да. Вот. Такие дела. Так, ну, у меня, собственно говоря, килограмм риса, килограмм гречки дома есть. Вчера взяла. И макароны есть. Не пропадем. Все нормально. Сыры у нас тут лежат, да? Что у нас сыры? Мы-то сыр любим. Ну, в общем-то, еще сыры не разгребли. Сыры еще есть. Так, а где моя любимая овсяночка? Молли, только голубая со сливками. Но со сливками я не хочу. А вот ясное солнышко у меня дома есть. Ну, не буду брать тогда. Ну, хлеба пока полно. Но это еще пока день. Еще не вечер. Люди еще на работе. Так, возьму я булочку. Любовенскую с изюмом. Очень вкусная. Вода есть. Ну, вообще не понимаю, зачем набирать воду, если вода есть в кране. Прокипятил, профильтровал, и все прекрасно. Алкоголь никому не нужен. Ни одного человека на алкоголе нет. Зачем набирать туалетную бумагу? Вообще не понимаю. Но она, я смотрю, есть еще. Ну, как бы подразобрали чуть-чуть. Что тут еще хорошего? Вчера я видела, люди здесь крутились. А, брали вот эти заморозки. Вот здесь они крутились по большей части. Ну, какие-то небольшие запасики, да, чтобы были в холодильничке. Так-то мало ли что. Ну, вот я пришла домой. Принесла вот, что я купила, собственно говоря. Активия. Я ее люблю. Две бутылочки взяла. Ну, она сейчас просто подешевле по акции. Поэтому я взяла. У меня там еще пару пакетиков. Пару есть еще штучек. Дальше я взяла муку. Взяла дрожжи. Потому что иногда выпечку могу сделать. Даже если что. Если хлеба не будет, я хлеб смогу испечь. В общем, пусть будет. Взяла две селедочки. И селедку, если что, в морозилку можно положить. Ну, селедка вот здесь вот вкусная. Это я в ларьке брала. И там взяла же редиску. Встать редиска 130 рублей. Стоит килограмм. Я взяла немножко редиску, зелени. И, в общем, хочу сделать салатик. Набрала яблок. Но вот эти яблоки выгодные, сезонные. Они недорогие. 54 рубля за килограмм. И они вот, честно говоря, вкусные. Мы их прямо кушаем. Я их дочке понесу. И мы там их прям все вместе. По три яблока в день съедаем. Вот, любимая винская булочка. Моё любимое пирожное. Вкусный очень такой крем, белок. Там вишенки, вот они, видно, как свежемороженые были или что. И вот песочная такая корзинка. Очень вкусное пирожное. Я его просто обожаю. Ну, и любимое моё мороженое. Скимо, филевское, пломбир. Очень вкусное. Шоколад и сам пломбир. Прямо напоминает мне детство. Ну, вот, собственно говоря, и всё. Всё, что я купила сегодня, антисептика не было. Нигде, ни в одном магазине, ни в одной в аптеке. Ну, вот, я пришла с магазина. В общем-то, купила такие обычные продукты, как всегда. И что я вам хочу сказать. По сравнению со вчерашним днём, в принципе, изменений сейчас пока что никаких особо нет. Ну, даже то, что там вот на прилавке, где крупы, там как-то вот немножечко подопустили полочки. Но всё равно там есть рис, там есть гречка. Всё так же есть. Я заметила, что люди потихонечку, видно, тоже новости посмотрели и потихонечку решили так, чтобы немножечко купить, чтобы оно было дома так. Потому что если вдруг какой-то ажиотаж начнётся, чтобы в этих очередях не стоять, в общем-то, и будет ажиотаж, не будет, никто не знает. Ну, люди немножечко потихонечку, как бы так, запасаются. Вот. Но, к сожалению, антисептика уже нету. Всё, масок нету, их давно уже нету. А теперь антисептика нигде нету. Ни в магазинах, ни в аптеке. Разобрали. Всё. Народ решил просто защищаться от коронавируса, как может. Ну, и правильно. То, что мало не хватает, ну, что поделать. Ну, я, в общем, огорчилась, но не так-то сильно, потому что сейчас у меня уже всё. Я пришла домой, я сразу сумки поставила, я помыла руки, потом распаковала сумки, потом опять помыла руки. В общем, теперь я так чувствую, что я буду ещё чаще мыть. Я их и так постоянно мою, а сейчас буду ещё чаще мыть руки, наверное, так. Ну, ну, что делать? Помою. Ну, и тем не менее, весна у нас продолжается. Сейчас почечки, смотрю, распустились, солнышко светит, пчёлки летают. Прямо, я не знаю, весна всё равно радует. То, что коронавирус там где-то вот он есть, но пока что он ещё не докатился до Ростова, потому что у нас пока тишина. И, в общем, по-моему, у нас как бы не выявлено никаких заболевших людей ещё, пока не выявлено. Вот, поэтому у нас народ себя чувствует спокойно сейчас пока. Никаких изменений, вот выйдя на улицу, зайдя в магазин, никаких изменений я ещё не заметила. В общем, всё как обычно. Вот, ну и я спокойна. В принципе, у меня сейчас дома есть всё, что мне нужно. Мне теперь в магазин выходить, я думаю, вообще нет никакой и надобности. Не буду выходить. А сегодня я хочу опять посмотреть новости, что там в новостях нам скажут. Может быть, какая-то новая информация. Сейчас ещё, может быть, в интернете посмотрю, что новенького. Кстати, сейчас вам вставлю. Вот я вчера всё-таки зашла в магазин, и я сняла на телефон немножечко, что там магазин вообще был пустой, а прилавки полные. Я вчера даже не стала во влог это выкладывать, потому что, собственно, что выкладывать? Всё, как всегда, магазин, народу нету, вот днём люди-то на работе. Народу нету, а на полках всё есть, поэтому и выкладывать нечего. Вот, а сейчас я вам просто сюда вставлю, посмотрите, вот, чтобы для сравнения было, как сегодня и как было вчера. Есть ли какая-то разница, мне кажется, такой особой разницы, в общем-то, и нет пока. Ну, посмотрите. Мои хорошие, я приехала домой и решила сходить в магазин за продуктами. Мне нужна картошка, хлеб, лук и немножечко крупы хочу купить. Вообще, хочу посмотреть, что у нас делается в магазине, есть ли паника, нет ли паники. Сегодня 16 марта, но в субботу я была в магазине, паники никакой не было. Ну, я не знаю, разные же слухи ходят. И мне уже любопытно самой пойти посмотреть, что там. Давайте посмотрим вместе. Давай, я сейчас везу. Все продукты на местах, народу нету, как всегда. Так, возьмем хлебушек отрубной. Вода на месте. Туалетную бумагу не раскупают, как в Америке. Да, в общем, все нормально, всего полно. Все крупы есть. Гречка, рис. Все есть, все на месте. Все как всегда. Изменений вообще никаких не замечено. Ладно, покупаю то, что мне нужно, и домой иду. У нас еще рядом с Пятерочкой есть мясной магазин. И я зашла туда, а там вообще никого людей. Мяса, конечно, полно, как всегда. Людей никого, и стоят там три продавца, и они на меня как на единственного покупателя смотрят. И я даже, вы знаете, камеру не стала включать, потому что скажут, что это вы тут снимаете. В общем, я купила мясо вчера, и уже потом, когда я расплатилась, там еще несколько человек зашли в магазин. И я тогда камеру включила, а чуть-чуть просто так сняла, чтобы просто было видно, что, в общем-то, народу-то нету. Обычно даже, даже обычно, кстати, там очередь всегда в этом магазине. Вот зайдешь за мясом, и постоишь еще в очереди там, ну, когда как, пять человек, а то и десять человек бывает. А тут я зашла, и аж удивилась просто. Язык проглотила, что я там одна. Вот, даже и ничего я снять не смогла, чтобы меня не спалили. В общем, девочки, если что-то будет интересное, я во влог вставлю. А вообще, я хочу, чтобы он не был сильно длинным. Я сейчас хочу уже с вами попрощаться. Берегите себя, берегите здоровье, дезинфицируйте руки, все, мойте руки постоянно, почаще. Ну, и вам желаю я всем здоровья, не болейте. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok